О горячих событиях у нас в стране расскажет Александр Смирнов. У него последняя информация от службы 101. Троих односельчан спас житель деревни Вильчаши Иван Олехнович. Мужчина чинил крышу сарая и обратил внимание на дым из соседнего дома. Он попросил супругу вызвать спасателя и сам направился к месту пожара. Огонь, как говорят, стал плясать от печки в маленькой комнате. От высокой температуры в окне лопнуло стекло. Мужчина закрыл отверстие ветошью, чтобы уменьшить приток кислорода и побежал во вторую половину жилища. В комнате разбудил спящего 68-летнего старшего сына и помог ему выбраться на свежий воздух. Затем вынес из дома хозяйку и 55-летнего сына. Известно, что незадолго до пожара пожилая соседка приходила в дом, чтобы протопить печь. Вероятнее всего из открытой дверцы, оставленной без присмотра, выпали угли. От них загорелись ветошь и лежащие рядом дрова. Вскоре пламя распространилось по всему помещению и вышло на крышу. Люди не пострадали. Дом сейчас для проживания непригоден. Хозяйка и сын-инвалид временно находятся в районной больнице, а старшего приютили односельчане. Решается вопрос о дальнейшем месте жительства семьи. Нетрезвый поступок стал возможной причиной ЧП в столице. Накануне около половины девятого вечера начался пожар в квартире жилого дома по улице Андреевская. Уже спустя 20 минут после тревожного звонка спасатели справились с возгоранием. Горело имущество на площади 5 квадратных метров в одном из помещений трехкомнатной квартиры. Огнем повреждены интерьер и мебель. Предполагается, что нетрезвая 68-летняя мать хозяйки квартиры оставила без присмотра светильник на кровати. От лампы и загорелись постельные принадлежности. Утреннее происшествие в столице остановило метро. На станции Купаловская женщина упала на рельсы. Как позже выяснилось, она почувствовала себя плохо, когда уже стояла на платформе в ожидании поезда. Происшествие произошло около 8 часов утра. Сообщается, что 31-летняя женщина осталась жива и во время падения серьезных травм не получила. Задержка в движении поездов на автозаводской линии составила около трех минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова